Доброе утро, Хакасия! И этот замечательный декабрьский денек с вами встречаем мы, Ксения Вербер и я, Андрей Кобзай. Ну что ж, елка наряжена, подарки почти все уже запакованы. Ну и последний рабочий день остался, но мы еще вас завтра, между прочим, тоже обязательно порадуем, и у нас будет выпуск нашей программы. Ну а сейчас давайте приступим к сегодняшнему. Дорогие телезрители, ну что, до нового года осталось буквально два дня сегодня и завтра. Совсем скоро наступит время для боя курантов и красивых фейерверков. Вот и хороший же у тебя настроен на праздники. Ну а бывает, когда все вот так вот. Знаешь, мне что-то подсказывает, что это не настроение перед Новым Годом, а утро сразу после Нового Года. Может быть. Ну а для поднятия настроения нужно что? Ну, мандарины, елка, мишура, фейерверки. Елки, как в парке Горького. Вот это да, просто сказка. Ну постарались на славу. Жалко только, что подарков под елками нет. Ну, в принципе, это логично, потому что праздник заворачивания подарков именно сегодня. Поэтому их там еще и нет. Это ты что, в шуточный календарь заглянул, торжеств? Именно. И нашел там еще один праздник. День бекона. Сразу захотелось его жареного, вкусного, такого сочного. О, как все запущено. Ты бы еще сладкой газировкой все это запил. Ну, с удовольствием. Потому что, между прочим, сегодня еще и день соды, а с помощью нее и можно сделать домашний лимонад. Так-то соды вообще очень много где пригодится. Но об этом мы узнаем из рубрики «Пять фактов». Сода или пепел божественного огня известна еще со времен Древнего Рима. Добывали ее из содовых озер путем выпаривания воды или в минеральных месторождениях. Само название идет от имени растения. Солсола сода. Солянка содоносная. Золу этого растения применяли для получения кальцинированной соды. В давние времена специально обученные люди собирали траву, чтобы использовать ее для изготовления стекла. Чистота продукта на тот момент оставляла желать лучшего. Она была черного цвета. Белая сода впервые была получена в 1736 году французским химиком Андрей Луиди Амель де Монсо. Он выявил ее путем образования кристаллов и взвод содовых озеров. Многие ученые пытались получить продукт химическим путем, то есть создать искусственную соду. Но такое впервые удалось сделать французскому химику Леблану. Он впервые получил кальцинированную соду с помощью каменной соли, мела, древесного угля и серной кислоты в 1791 году. В следствии этого в России в 1864 году открыли первый содовый завод по его технологии. Это было очень трудоемкое производство с большим количеством отходов. Сейчас метод Леблана сильно устарел. Современную технологию производства предложил бельгийский ученый-химик Эрнест Гастон Сольве в 1860-х годах. Он разработал аммиачный способ получения соды с помощью обычной соли. В процессе использовались аммиак, мел и поваренная соль, благодаря чему образовывалась не только кальцинированная сода, но и пищевая. Эта система производства стала самой простой и экономичной. На ней сейчас работают 8 содовых предприятий России, создавая 4 разновидности соды. Это химическое вещество входит в состав крови человека. Если провести анализ крови, то можно убедиться, что лимфоциты, эритроциты и тромбоциты буквально плавают в соде. Её солоноватый привкус мы ощущаем, когда подносим пораненное место к губам. Сода – идеальное средство для нейтрализации кислотности, что делает её эффективной при устранении неприятных запахов. Зуд от укусов комаров и мошек сода снимает очень быстро. Также это средство обеззараживает место укуса. Если помыть овощи и фрукты, купленные в магазине, с пищевой содой, то она полностью смоет бактерии и вирусы. Широко используется пищевая сода и в кулинарии. Это средство для получения пышной выпечки. Одно из лучших средств по удалению сильной накипи чайника – кастрюль и сковородок. Столовое серебро, почищенное содой, приобретает свой первоначальный блеск и красоту. По народному календарю сегодня Данила в день. В былые времена наши предки разводили костыль. Именно вот таким способом они отпугивали от деревень нечистую силу и стужу. Ну а незамужние девушки посвящали вечер гадания. А на сон брали три лавровых листа и писали на них имена трёх святых отроков. Затем прятали лаврушку под подушку и ложились спать. Ну а во сне должен был явиться с ужином. Любопытно. Ксюша, а как ты будешь гадать? Тоже лаврушку под подушку? Ну точно не так. Я просто сон свой запомню, потому что они в эту ночь вещи снятся. Какое ты хитрое. Ну ладно. Хватит о снах. Давай лучше про приметы поговорим. Вот наши предки верили. Если воробьи в свои гнезда тащат пух и перья, значит будет мороз. А если наоборот выкидывать всё из гнезда, либо они переезжают, а либо будет жаркая погода. Кстати о жаре. На Канарах наконец-то завершил своё извержение вулкан Кумбре-Вьеха. Опять он? Да. Извержение продлилось 85 с половиной дней, а началось ещё 19 сентября. За это время лава накрыла почти полторы тысячи гектаров. Разрушила около двух тысяч строений. Большинство из них это жилые дома. Эвакуировано было свыше 7 тысяч человек. Кроме того, лава уничтожила примерно 74 километра дороги. Размеры ущерба огромные. При этом окончание извержения не означает окончание чрезвычайной ситуации. Уровень опасности по-прежнему останется на красном уровне. Масштабная операция по очистке территории только начинается. Правительство выделит более 400 миллионов евро и 453 миллиона долларов на реконструкцию населённых пунктов. Радует всё же, что к Новому году или к их Рождеству вулкан всё-таки остановился. Ну, можно считать это подарком. А порадует ли нас сегодня погода, мы узнаем прямо сейчас из свежего прогноза. В Черногорске у Стебака немалооблачно. Днём минус 10, ночью градус упадёт минус 17. Осадков не ожидается. В Сорске днём минус 11, ночью минус 22. Ветер преимущественно западного направления. Без осадков. В Беи и Саиногорске пасмурно. В светлый период минус 4, после полуночи минус 15. Западный ветер. Ожидается снег в первой половине дня. В Белом Яре днём минус 8, ночью градус упадёт до минус 17. Небо пасмурное. Ветер юго-западный, без осадков. В Аскизе небо затянуто облаками. Днём минус 7, ночью похолодание до минус 19. Ветер юго-западный, без осадков. В Таштепе и Абазе светлое время суток минус 9, ночью минус 23. Пасмурно. Ожидается снег в первой половине дня. В Ширам минус 11 днём, после полуночи 23 градуса мороза. Пасмурно, но без осадков. В Баграде-Копьёво минус 12 днём, ночью ожидается похолодание до минус 24. Западный ветер, без осадков. В Абакане значительная облачность. Днём минус 7, после заката градус упадёт до минус 18. Юго-западный ветер. Осадки маловероятны, атмосферное давление повышенное. Так, Новый год совсем близко, но я предлагаю отвлечься от торжества и поговорить на самые обычные повседневные темы. Вот, Ксюша, скажи, ты давно в опере была? Повседневные, говоришь? Да. Я там, между прочим, очень давно уже не была. А какие повседневные? Ну, тогда вот тебе видео с очень курьёзной ситуацией. Как она заразительно смеётся. Ну, я обыграла ситуацию, конечно же, и я бы так не смогла. И не пытайся, пожалуйста. А зрителю, надеюсь, было стыдно. Интересно, а вот было ли стыдно вот этому пёсику? Я думаю, не очень. Он просто хотел поиграть вот с этой скатерки, и всё. И вообще, всё зависит от подачи. Вот смотри, мы берём, разворачиваем видео и получаем замечательного хозяйственного пёсика, который накрывает стол буквально за 5 секунд. Нет, ну, если так, то очень много видео можно сделать. Например, как коты укладывают аккуратно в шкаф одежду. Ну, или ещё что-нибудь другое. Хорошо, что звёзды вот таким монтажом не занимаются. Ну, я имею в виду те, которые там... На небе далеко. Это, например, далеко. Альфа-Центаура, опять же. И сейчас нам вот всё, как есть, расскажут в остром прогнозе. Овные звёзды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Ваша стойкость принесёт заветные плоды. Тельцы – день всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Но помните, не всё то золото, что блестит. Близнецы, сегодня вас ожидают эмоциональный подъём. Такое настроение поможет в спорных ситуациях находить компромиссы. Раки, всерьёз задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите. И тогда этот день ознаменует собой новый этап жизни. Львы, решив помочь другу, будьте готовы к тому, что он переложит проблему полностью на ваши плечи. Девы, при должном усердии вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Весы, сегодня возможны новые интересные знакомства. Но если не хотите остаться без друзей, помните, что старый друг лучше новых двух. Скорпионы, попробуйте начать сложный разговор с близким человеком. Сегодня есть все шансы быть услышанным и решить вопрос в свою пользу. Стрельцы, не делайте сегодня чего-то непривычного для вас. Пусть день пройдёт по обычному режиму. Козероги и регрессивное движение Меркурия может обусловить некоторые финансовые потери. Подходите к денежным тратам с умом. Водолеи, даже небольшое задание, порученное вам сегодня, может оказаться настоящим поиском иголки в стоге сена. Рыбы, не следует слепо доверяться людям. В каждой ситуации трезво взвешивайте все плюсы и минусы. Приближается Новый год. Это большой для всех праздник. Но как сделать так, чтобы этот праздник не стал стрессом для ваших домашних питомцев? Об этом мы сегодня узнаем в гостях утра Хакасси. Людмила Боболева, специалист по домашним животным. Людмила, здравствуйте. Наконец-то вы снова к нам пришли. Доброе утро. Ну что, основное правило. Новый год – это фейерверки. Безусловно, никуда без спиротехники мы не денемся. Но животные ее боятся. Я сколько себя помню, у нас собака всегда забивалась в самый дальний угол квартиры, когда начинались эти бабахи в 12 часов. Что делать? Значит, изначально вообще как бы рекомендовано примерно за неделю начинать собаку готовить к таким мероприятиям. Петарды и подбрасывать под лапки? Нет, наоборот. Когда вы, допустим, выходите на улицу с собакой, если вы видите большое скопление молодых ребят, которые видно, что вроде как должны сейчас покидать небольшие петарды, да, вот эти вот спичками сейчас где-то в парке, лучше остерегаться от таких мест. Просто более длительные прогулки увеличиваются. Если питание стараются делать, значит, в первой половине дня это идет полная порция питания. Если, значит, вы кормите три раза в день, то первое принятие пищи идет полное, потом разделяете по половинке даете. То есть к вечеру вы уменьшаете питание. То есть собака маленько должна настроиться. Если вы кормите два раза в день, значит, оба кормления вы должны сделать наполовиночку. Значит, всегда должно стоять большое количество воды. Почему? Потому что во время любого стресса у нас же не в 12 часов ночи фейерверки. То есть у нас уже, в принципе, с 25 декабря католическое Рождество, и уже начнут потихоньку стрелять. Вот. Значит, во время самих фейерверков лучше, значит, заранее приготовить место. То есть если есть определенный лежак у собаки, значит, там, либо у кошки, значит, в это место необходимо принести любимые игрушки, положить. Значит, какие-то, может быть, лакомства. То есть если это собачка, да, это какие-то вот эти косточки для жевания. Если это кошка, может быть, тоже там положить какие-то там сухой корм немного. Ну, опять же, повторюсь, что большое количество воды должно быть, потому что во время стресса у них начинается жажда, дышка, и им необходимо большое количество воды. Значит, во время самих фейерверков желательно включить телевизор, допустим, радио. Возвлекающие шумы. Да, те шумы, которым домашнее животное уже привыкает в течение всей жизни. Вот. То есть понятно, что телевизор, допустим, работает, немножко его погромче сделано, и это сами хлопки вот эти, они будут заглушены. У нас же как? У нас же происходит не так, что вот один фейерверк ударился, следующий идёт там минуты через две. То есть они начинают бахать, и, в принципе, животное, оно начинает пугаться именно вот этих первых. А потом уже, когда идут просто раскаты вот этого грома, оно всё равно животное привыкает. То есть в это время единственное хозяину ни в коем случае не ругаться на своё животное. То есть не кричать там, как обычно. Ты чего тут там забиваешься там? Не дёргать его, а наоборот создать какую-то... То есть если вы находитесь в доме, то создать какую-то ласку, тепло там, чтобы... Обнять, погладить её. Да, погладить там, той же игрушкой поиграть. Может быть, даже поиграть с собакой и там, либо с кошкой, наоборот, вроде как бы отвлечь, занять, чтобы она чувствовала, ну, чтобы животное чувствовало защиту. Также есть, конечно, медицинские препараты. То есть, в принципе, можно у любого ветеринарного врача узнать, какой... Успокоительные. Да, есть успокоительные, которые успокаивают сам гормон, вот этот страха, небольшие там в виде капелек. Их можно будет просто с вечера там дать, допустим, немножко капельки, там, либо это таблетированные какие-то препараты. Дать небольшое количество, и там собака, либо кошечка будет более спокойна. То есть у неё будет вот этот стоп-стресс, так называемый, полученный организмом, и они будут более спокойны. Значит, ещё что бы хотел сказать. Ну, конечно, нежелательно оставлять животное дома одного, то есть зная, что будут фейерверки, всё почему? Потому что это может очень сильно сказаться на его психику. То есть так, что ушли в гости к соседям, или куда-то к друзьям уехали, а животное оставили дома. Как бы всё-таки постараться сделать так, чтобы животное находилось под присмотром. Но вот у нас уже не все животные живут в квартирах, есть ещё и частный сектор, а там у некоторых собаки на цепи, в загонах, в вольерах живут. Как сделать так, чтобы, допустим, собака не испугалась, не сорвалась с цепи, не убежала? Ну, я бы в этом случае, конечно, посоветовала. То есть на улице это очень тяжело. То есть, допустим, если это вольер, и всё-таки территория закрытая, то я лучше бы открыла, конечно, вольер, и собака, она всё равно найдёт, то есть где-то она там либо под сарай, либо ещё куда-то отбежит, то есть найдёт место. Если такой возможности нет, всё равно есть у собаки будка, то в данный момент лучше прикрыть эту будку, то есть собаку лучше закрыть в будку, чтобы она была в закрытом пространстве, чтобы она ещё не видела вот этого, этих взрывов всего, потому что петарды будут видны у нас по всей республике, очень хорошо видно, да. То есть и также тоже перед тем, как вот где-то часов в 11-12 вынести уже, может, какие-то там косточки дополнительные, то есть даже если это большая собака, то тоже купить там, допустим, мозговую кость там говяжью, да, дать, и пусть собака радуется, и она уже более спокойная, то есть она будет грызть эту кость. Ну и пускай там бахает, у меня здесь вкусная косточка. Если же вы сами тоже ночью, если это частный дом, выходите на улицу, конечно, обеспечить, то есть вы когда выходите, даже взрывы, если собака напугалась там уличная, то необходимо с ней просто там пытаться играть, что-то разыгрывать, то есть отвлекать собаку от этого всего. То есть самый главный фактор у нас сгладить стресс, усилить повседневные шумы, к которым собака уже привыкла, попытаться проявить к ней внимание, ласку, может, поиграть, ну и вкусно покормить, тогда собачке будет хорошо. И вот про покормить. Новый год у нас у людей, у всех связан с обильным количеством салатов, различным жирным мясом и прочее. Не помешает ли это нашим домашним питомцам? У нас же любят обычно со стола кушаем курочку, вот тебе тоже курочка, получается, собака. А вместе с нами погружаться в этот новогодний марафон безумства и обжираловки, уж простите за такое слово. Как вот держать домашнего питомца в строгости к ней? Мы должны всегда помнить одну истину, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. И поэтому, если у вас животное получает профессиональные корма, то есть если это либо сухие корма, либо вы даже кормите натуральными кормами, то никогда не забывать, что собака и кошка – это те животные домашние, которым вообще противопоказана соль. Поэтому если вы будете кормить со стола, то это, значит, понятно, там и чекаменные болезни начинаются, и всё за этим уже потом тянется. Поэтому постараться… То есть есть определённые всё-таки корма, которым надо придерживаться. У нас была уже программа про кормление непосредственно, можем ещё в будущем рассказать об этом. То есть со стола вообще запрещено кормить живот. Либо готовим специально для них, либо спецкорма. Но собачки – это всё замечательно, кошечки тоже замечательно. А есть ли какие-нибудь диковинные животные? Как они переносят? Вот ещё, мини-пиги или ещё кролики. Вот кролики сейчас тренд. Я единственное ещё, что хотела сказать вообще по сельхозживотным. То есть моя бы была рекомендация очень хорошая для владельцев сельхозживотных на момент именно… Точнее, не то, что на момент, а просто с вечера в помещениях, где они находятся, то есть это либо вины, там, а бары, там, что-то ещё, то есть где они загоны, всё-таки оставить свет. Почему? Потому что когда даже вот если птица, она засыпает, то любые вот эти вот вспышки непонятные, да, то есть они начинают просыпаться, у них может быть тоже стресс. Поэтому лучше оставить свет. Если будут гореть вспышки, то свет будет гореть, то вспышки не так сильно будут их нервировать. Да, так же точно это касается и, ну, там, те же свиньи, те же, там, коровы. То есть лучше оставить козы, лучше оставить свет, чтобы горел свет в загоне. Чтобы стресса у них не вызвать. Ну и, может быть, самые главные советы дадите нашим телезрителям. Вот самое основное, как вместе с животными, с любимцами пройти сквозь новогодние праздники? Ну как? Просто относиться друг к другу так, как вы относитесь, то есть любить своё домашнее животное. А вот ещё, кстати, очень важно, что же можно подарить своему питомцу на Новый год? Любимую вкусняшку, лакомство. Вкусняшку, да. Вкусняшечку, любимую игрушку. В какую-то новую игрушку, может быть, что-то. Может быть, какой-то новый костюмчик. Если это небольшое домашнее животное, то купить, допустим, какой-то новый комбинезончик, там, сапожки. Если это декоративные, допустим, взять там собачки. То и терьерчики, допустим. Да, то и терьерчики, там, вьюрки, то есть, ну, различные маленькие домашние животные. Кошечке можно купить, новую шлеечку, допустим. Кошечки любят выгуливаться на улице со шлейками. Вот, то есть шлейки, там, с колокольчиком, чем-то ещё. То есть тоже кошки как бы... То есть можно подойти и сделать хороший подарок своему питомцу. Ну что ж, спасибо, Людмила, большое, что пришли к нам. Наконец-то вы вернулись к нам в эфир. Надеюсь, встреча наша будет чаще. С наступающим вас Новым годом. Спасибо, что пришли этим утром к нам. С наступающим. Доброе утро. Ну что ж, утро Хакассии продолжается. Помните, Новый год – это не только праздник, но и стресс для домашних животных. Проведите его замечательно, ну и сделайте подарок вашим питомцам. Курьезный случай произошел в США. Там мужчина решил уйти по своим делам и не заметил, как вот прям за ним следом из дома выбежал его любимый песик. Да, в общем, мужчина все сделал, решил, что домой пора вернуться. Ну и песик тоже, естественно, подумал, что пора быть тоже домой с хозяином. Но хозяин-то своего любимца не признал. И побежал домой быстрее ветра. Бедный мужчина, он, наверное, так испугался. А мне больше песика жалко. Он же не понимает, почему хозяин от него убегает. Может быть, они играют. А может быть, хозяин его разлюбил и хочет просто от него убежать и оставить наедине с этим жестоким миром. Господи, я уже даже забыла, как ты умеешь драматизировать все на свете. А это же просто игра. Песик так и воспринял это. Ну, кстати, об игре. А как там у баскетболистов дела? А что с ними не так? Ты не знаешь? Нет. Просто одна японская компания представила нового робота своего, баскетболиста. И он теперь не просто умеет бросать мяч в корзину, а научился его вести. О! О! А вот и сзади. Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, скоро видимо уйдет эпоха человеческого баскетбола Ну я сомневаюсь, что вот прямо скоро, но кто знает, чем это все закончится, любопытным поглядеть Зато я знаю, что именно сейчас у нас в эфире свежий дайджест новостей Ну смотрим новости Хакасии В преддверии нового года в республике заветные мечты детей исполнит елка желаний В регионе она проводится уже в шестой раз Идейные вдохновители – общественная организация «Доброе сердце Хакасии» В этом году в благотворительной акции роль добрых волшебников, исполняющих желания ребят, исполнили представители правительства республики В новогоднем списке оказались смартфоны, ноутбуки, портативные камеры и прочие электронные гаджеты Хакас «Зрывпром» сообщила о промышленных взрывах на угольных разрезах вблизи ряда населенных пунктов Накануне рванули взрывчатку в подземных пластах на разрезах Черногорский – это Устебаканский район, а также на разрезе Кирбинский – Алтайского района На сегодня запланированы взрывы на выработках Черногорский, на выемке каменного топлива по выработке угольного разреза Степной – Устебаканский район, а также на разрезе Майрыхский – Алтайский район Гром и ударная волна от зарядов будут распространяться с полудня до 15 часов РТС дарит подарки самым внимательным зрителям Накануне наша телекомпания завершила розыгрыш призов Победителями стали два жителя Абакана и телезрительница из Аскиза Условия для получения приза простые Нужно было отсканировать QR-код с экрана, ответить на вопросы Победителем стал тот, кто первым прислал правильные ответы в мессенджерах Смотрели с женой ваш телеканал, часто смотрим розыгрыш Дайте попробуем поучаствовать, и решили попробовать, и выиграли Я на самом деле первый раз, у меня жена постоянно ей везет, она меня на это дело и, так сказать, подтолкнула Подарки, по-моему, любят все, и маленькие, и взрослые, поэтому никто от них не отказывается А сегодняшнее утро для меня стало на самом деле таким приятным и сюрпризом Когда я увидела смс, что вы стали победителем Каждый победитель получил целый набор новогодних презентов Живую елку, сладкий подарок под праздничную зеленую красавицу, мясные деликатесы и канцелярию Поздравляю всех жителей Хакасии с наступающим Новым Годом Желаю счастья, любви, здоровья вам, вашим семьям, близким Чтобы все мечты сбывались С Новым Годом! Ксюша, как там твой кроша проживает? Выбрался из сковородки? Да А способен ли твой кролик защитить тебя от пылесоса? Нет, конечно, ты все-таки вопросы глупые задаешься Это я его от пылесоса защищаю и во время приборки переставляю с ним в вольер в другую комнату А смотри, как могло бы все получиться, любопытно Да ты не понимаешь, просто хозяев много, а этот сладкий пушистик всего лишь один Поэтому он решил о себе позаботиться Да, ну или за помощью побежал Кто знает Ну что ж, давайте посмотрим еще больше смешных и забавных видео Из всемирной сети в нашей любимой рубрике Паприкол Ребята, кроме черных штанов, места в доме нет? Нет, да, я поняла Кусина Пушина, звать наверх? Молодец, хорошая пушина 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 Молодец, хорошая пушина